Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 21 апреля, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь священномучника Сергия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, во Духе Святом! Светлая неделя. День, как один, семь дней, как один, и один день, как семь дней. Вся неделя сплошное ликование о воскресшем Христе и отражается в богослужении, и отражается в уставе церковном. И в духовном состоянии. Потому что радость Пасхи — это не эмоция, это не впечатление от красоты и торжественности. Это радость, одухотворенная Святым Духом. Дай Бог сохранить эту силу, этот мир и радость. Дай Бог, чтобы мы весь год жили тем, чем напитаемся в эти святые дни. А для этого нужно чаще бывать в храме. Церковь своим уставом облегчает и подготовку к участию в Таинстве Евхаристии, причастие, и молитвенную подготовку, и постную. В Дни Светлой Седмицы нужно максимально часто стараться бывать в храме и по возможности приступать к Святой Чаше. Мы всю Святую Тридесятницу шли к этим дням. Неужели храмы в эти дни опустеют? Да не будет така, дорогие мои. Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика, протеерея Сергея Петровича Родаковского. Родился Сергей в 1882 году в городе Житковичи, Мазырского уезда Минской губернии, в семье псаломщика Петра Родаковского. В 1904-м Сергей Петрович окончил Минскую духовную семинарию. Был рукоположенного священника, служил в Успенском храме в селе Лавришево-Новогрудского уезда Минской губернии. В 15-м году отец Сергей переехал в город Переиславль Владимирской губернии, был назначен священником санитарного поезда и в 16-м направлен на фронт полковым священником 4-го Драгунского полка, где служил до расформирования полка в апреле 18-го года. В том же году епископ Георгий назначил отца Сергия настоятельен Троицкой церкви в селе Таль, Бобруйского уезда Минской губернии, возвел в Сан-Протоиерея. Протоиерий Сергий был арестован 20 февраля 1933 года по обвинению в том, что он при развертывании коллективизации в деревне Таль повел активную контрреволюционную работу на срыв таковой. Инициатор распространения версии о приезде в Белоруссию римского папы, который собирает большие крестные ходы. В феврале 1933 года, выполняя задания по лесозаготовкам, жаловался на плохую жизнь при советской власти, говоря, «Настало время, приходится и мне повозить дрова. Какой я уж год страдаю». В феврале 1933 года, хороня церковного старосту, плачущим женщинам говорил, «Не плачьте». Он страдал за Христа, помер в заключении. Будучи допрошен, отец Сергий сказал, что виновным себя не признает, хорошо зная, как священнослужитель Евангелия, он в нем не находит никаких указаний на форму государственного устройства, и тем более землеустройства. И потому выступать против коллективизации на основании Евангелия не мог. Евангелие говорит о нравственных отношениях людей и их развитии. Как сознательный гражданин и христианин не проводил никакой агитации против советской власти и указания на то, что я, ловя рыбу с Семеном Стебуном, говорил, что власть скоро пойдет, уже потому не соответствует истине, что я с ним никогда рыбы не ловил, а следовательно, его показания ложны. При погребении Афанасия Муравейка я мог сделать замечание стоящим в головных уборах, это могло быть, но указывать на то, что до этого довела советская власть, я не мог, так как считал бы это агитацией. «При разговоре мной сказано, что ко мне являлся на квартиру представитель Рика вместе с членом сельсовета и предлагал отказаться от священства и послужить советской власти, на что я ответил, что, будучи верующим, на себя маску надеть не могу, и пока есть верующий, есть возможность, буду продолжать священнослужение. Считать себя пророком и указывать, что скоро будет война, я не могу. В церковь вместе с женой я прихожу одним из первых, а равно и ухожу домой последним. Так что сопровождающих меня почти никогда не бывает. Указание на то, что 30 апреля 1932 года при возвращении домой я вел агитацию с сопровождающими меня, считаю ложным». Одной из причин уклонения от вступления в коллектив, считаю, что представители местной власти в начале образования коллектива ударили и по религиозным чувствам верующих. «Многие стали считать, что вступать в коллектив – это значит отказаться от веры, тем более, что в то время и на меня, как представители общины верующих, посыпались все, как говорится, беды. Непосильный налог, почти в полтора раза более доходности, суд выселения из дома, который прихожане купили в 1927 году для квартиры священника, лишение имущества, так что была отнята моя последняя кровать, чугуны и прочее, о чем была подана жалоба прокурору, ответа на которую до сих пор не имею, и принудительные работы в продолжении шести месяцев. Без сомнения, все это влияло на верующих, которые смотрели на меня, как на мученика за веру. При наделении колхоза землей, когда там происходили беспорядки, я находился на работах и приезжал домой только для совершения богослужения и необходимых треб. Совершая в настоящее время треба исполнения как для единоличников, так и для и коллективщиков, я не делаю никакой разницы между ними. Ни один из вошедших в коллектив не может пожаловаться на иное отношение к себе как к единоличнику. Как на одних, так и на других я смотрю с их нравственной стороны. То, что вступивший в коллектив должен быть неверующим, я считал такой взгляд неправильным. Для убеждения других допускаются меры убеждения, а не принуждения. В заключении могу сказать, что возводимые на меня обвинения считаю ложными. 24 марта протерей Сергий был допрошен в последний раз. «Слухи о том, что будет ехать римский папа по деревне Таль ходили», — сказал он, отвечая на вопрос исследователь. «От кого слышал, не знаю. Я над этим только посмеялся. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю». 21 апреля 1933 года тройка ОГПУ приговорила протерей Сергия Родаковского к расстрелу. Он был расстрелян и погребен в безвестной могиле. В эти святые дни, дорогие мои, обязательно нужно поделиться своей радостью и добрыми делами, и милосердием, и любовью с многими и многими людьми, для которых в жизни не всё благополучно складывается. И прихожане, и священнослужители необходимо прийти и к детишкам-сиротам, и к пожилым, и к одиноким. Потому что вера, она же выражается в делах, и как ни в дни Светлой Седмицы постараться послужить, потрудиться, подарить радость воскресения Христова нашим ближним. Хочется поделиться с вами некоторыми заметочками. Священник, который посещает на дому одиноких его наблюдения. Первая история. Ветхая бабушка, одинокая, лежачая, только племянник в Москве. В Екатеринбурге за ней ходит нанятая женщина, с которой заключен договор, что квартира бабушки достанется ей в благодарность за уход. В квартире пусто, неуютно, в прихожей даже нет вешалки. Видно, что никто не хочет обращать внимание на эти мелочи. Во-первых, у бабушки гостей не бывает, а во-вторых, все ждут только одного, когда она освободит помещение. Батюшки приезжают, исповедуют, причащают. Батюшка, приехавший причастить бабушку впервые, уже перед уходом спросил, «Аборты-то у вас были?» «Были». «Каялась и каюсь». Батюшка уехал и подумал, что если бы не делала аборты, то была бы у нее совсем другая старость, не одинокая. Лежачая молодая женщина тяжело болеет после бурной молодости. Пьянки, наркомания, гулянки. Господь посетил инсультом. Родственники ухаживают за ней лежачей. Размышляет. Если раньше просыпалась среди бутылок, пьяных харь, блевотины, то теперь я просыпаюсь среди икон и родных лиц. Слава Богу. Еще одна история. Семья приняла к себе в дом взрослого инвалида. Парень, 23 года, ДЦП. Он им не родной, какой-то дальний родственник. Остался без родителей. Они пожалели и приняли. Но вот беда. Живут на пятом этаже, лифта нет, а парню хочется на улицу. Решили продать квартиру и переехать в деревянный домик в пригороде. Всем, конечно, неудобно, но зато парню проще выбираться на улицу. Святые люди. Жизнь, дорогие мои, очень многообразна. И в ней всегда есть место для добра. Давайте будем внимательны друг к другу, внимательны к тем посланиям, которые Господь к нам обращает в виде встречающихся людей, событий. Будем читать книгу жизни и будем Евангелие читать своей жизнью, чтобы Слово Божие стало нашим путем истины и жизнью. И помогай нам всем, Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!